Приветствую коллеги до Тикмил аналитики с имени я, Артога Диатумен. Прежде чем мы начнем с вами сегодняшний обзор, хочу обратить ваше внимание на то, что компания Тикмил предлагает 30 долларов на счет для всех только что зарегистрировавшихся трейдеров. А если вы готовы проверить свой потенциал, готовы это сделать и не хотите рисковать, то welcome, регистрируйтесь, заполняйте форум, открывайте реальный счет, получаете 30 долларов, торгуйте, вводите прибыль, собственно, условия по выводу прибыли достаточно простые, вы также можете ознакомиться с ними на этой страничке, ссылка есть в описании. Также мы публикуем вот такую вот интересную статистику, вот от трейдера месяца, самые лучшие трейдеры появляются у нас в зале Славы, вы можете посмотреть, сколько они заработали, можете также глянуть на их сделки, которые публикуются с их разрешения, почерпнуть что-то интересное для своей торговой стратегии, какие-нибудь торговые идеи. Также ссылка в описании, заходите, смотрите, вот, интересуйтесь. И мы, значит, переходим к сегодняшнему обзору, как я уже заявлял в своих предыдущих обзорах, время чудес для американской экономики, оно подходит к концу и, по всей видимости, сейчас подкрадывается пора разочарования, разочарования именно в экономических данных. Вчера я обсуждал возможные потенциальные причины вот такого развития ситуации в августе, можете почитать это, кстати, у нас в блоге. Значит, вчера вышел достаточно интересный и важный, с моей точки зрения, отчет, отчет по потребительской уверенности от Conference Board. Значит, он открыл у нас сезонно слабых данных по американской экономике. Показал у нас достаточно скромное отставание от прогноза. Основной у нас показатель получается сократилось с 98,3 пункта до 92,6 пункта. Прогноз у нас, как видим, составлял 94,5 пункта. Вроде бы небольшое отставание, да, однако вот если мы посмотрим на компоненты, индекс текущей ситуации и индекс ожидания, это два компонента, которые как бы входят в этот широкий индекс. Так вот, индекс текущего положения, то есть того, как потребители оценивают текущее положение, он у нас вырос. Вырос с 86 пунктов до 94,2 пунктов. Вот такой вот резкий рост произошел. Но, что самое интересное, индекс ожидания у нас упал, ситуация с ним резко ухудшилась, значит, он рухнул у нас сразу на 14 пунктов, там, со 106 пунктов до, кажется, 91,5 пункта. Значит, почему важны именно ожидания потребителей, а не оценка их текущей ситуации? Все дело в том, что именно ожидания потребителей, они влияют на то, как они принимают потребительские решения, так как, ну, по сути, если человек что-то хочет купить, он ориентируется, как бы, да, на свои будущие доходы, да, вот в ближайших, там, в ближайшем месяце и так далее. И от этого зависят его потребительские решения. Также можно видеть вот эту зависимость, если вот мы наложим график потребительских расходов, здесь у нас он отмечен, получается, оранжевый линий, мы вот здесь накладываем его на индекс ожиданий. Здесь у нас он отмечен, здесь у нас дан, как серая линия, получается, видно, что вот в моменты кризиса ожидания, точнее, потребительские расходы у нас следуют за ожиданиями, и вот эта динамика, как мы видим, совпадает. Есть, вот я вот здесь отметил, что, да, есть достаточно тесная связь между потребительскими ожиданиями и между потреблением, между потребительскими расходами. И вот здесь у нас, как мы видим, произошел вот этот дисконнект, он здесь вот выделен отдельно, вот с 2016 по 2020 год, это вот этот, получается, участок. Видно, что у нас произошло резкое падение потребительских расходов, и вот не поспевал у нас индекс ожиданий, получается, за вот этим движением, как раз-таки это ожидало то, что у нас произошел локдаун, как бы у потребителей была возможность, желание потреблять, но не получалось из-за того, что были магазины закрыты, ограничены они были в потреблении. Так вот, из этого графика можно сделать вывод, что вот то падение потребительских ожиданий, о котором я говорю, который произошел в июле, сразу оно рухнуло, получается, на 14 пунктов. Говорит нам о том, что у нас июль-август будет не очень хорошим месяцем в плане потребительских расходов в США, это у нас основной, получается, компонент. В ВВП США составляет, например, там, если потребление 70%, то потребительские расходы, ну, чуть-чуть меньше, получается, они составляют. Так вот, собственно, это падение потребительских ожиданий, оно предваряет у нас, исходя из этого графика, оно у нас предваряет также падение потребительских расходов в июле и в августе, что, собственно, мы можем, как бы, ожидать вот такую вот динамику, и, конечно, она у нас не внушает оптимизма. Чтобы понять, почему все-таки потребители у нас отметили улучшение в текущем положении, именно в июле, нам следует обратить внимание, посмотреть на то, как изменялись детерминанты потребительской уверенности, а это у нас доход, собственно, и благосостояние. Значит, в июле, как мы помним, правительство США у нас исправно платило повышенные по совету безработицы размером в 600 долларов, плюс там какие-то пандемические набавки, это с лихвой компенсировало, получается, провал в доходах многих, обратившихся за пособием безработных, с лихвой компенсировало их права в доходах. В свою очередь у нас в июле происходил, получается, подъем фондового рынка, да, фондовые индексы у нас, как мы видим, росли, продолжали у нас расти в июле, и, естественно, за счет эффекта благосостояния, потому что активы домохозяйств представлены как раз-таки вложениями в фондовый рынок, да, за счет эффекта благосостояния их благосостояния расходит, естественно, расходит потребительская уверенность. Кроме того, у нас есть такой законопроект Carious Act, он в апреле был у нас, вступил в силу, получается, и очень важное положение, которое в него было включено, это был мораторий на продажу залогов, мораторий на выселение из ипотеки, из квартир, вот где государство участвует каким-либо образом. Вот, естественно, это как бы снижало некоторые долговые платежи, там, расходы по обязательствам, по ипотеке, да, для граждан, вот, и это, естественно, подстегивало потребительский потенциал. Вот это мы в июле вот получаем, вот из этих трех компонентов, да, которым я перечислил, мы получаем хорошую такую высокую потребительскую уверенность. Но это все, как мы видим, упирается в какие-то государственные стимулы. По словам безработицы, получается, подъем фондового рынка, это все у нас действие ФРС, как бы результат политики ФРС. Ну и, собственно, вот этот законопроект, который вот мораторий включил, это также, опять же, государственный стимул. Как мы видим, все у нас держится, вся потребительская уверенность в июле, вот эта оценка текущего положения высокого потребителя, она вся была завязана вот на государственных стимулах. Естественно, все хорошее когда-то у нас кончается, ситуация с доходами должна у нас резко ухудшиться. Точнее, скорее всего, ухудшиться в августе, не будем, да, мы такими определенными. На смену нынешней программы стимулирования в США у нас приходит достаточно экономный пакет мерок, о котором объявили у нас республиканцы. И самое важное положение, самый важный вывод из этой программы, да, на которой я хочу заострить ваше внимание, это именно тот факт, что пособия по безработице, они будут сокращены с 600 долларов до 200 долларов всего лишь. Но, естественно, беспокоятся потребители, начинают о своих доходах уже сейчас, начинают увеличивать свои сбережения из мотива предосторожности, начинают они затягивать пояса. Поэтому в июле мы, скорее всего, ожидаем негативный сюрприз в розничных продажах, скорее всего, мы увидим негативное отклонение в создании рабочих мест. Это нужно обязательно учитывать сейчас в интерпретации экономического календаря, что мы видим у нас, получается, в прогнозах, да, как изменятся у нас розничные продажи, как у нас изменятся число рабочих мест. Обязательно нужно, вот, как я считаю, предполагать, что будет вот именно негативное отклонение. Шансы смещены все-таки в пользу того, что будет негативное отклонение в данных, вот как раз-таки вот из этой аргументации, да, вот из этой аргументации, которую я сейчас привожу. А также наш вот этот отчет по потребительской уверенности, да, вот детали, к сожалению, я не могу привести, да, там очень много слов на английском, нужно читать и так далее. Так вот, очень важный факт, что индекс ожиданий потребителей, если мы смотрим в разрезе штатов в США, вот выявил он очень любопытную зависимость. Значит, респонденты из штатов, которые испытали вот более интенсивную вот эту новую вспышку новых случаев коронавирусной инфекции в июне, да, получается, в которой вспышка вот эта локальная произошла новая, а значит, респонденты из этих штатов, они доложили, что больше, будем так говорить, беспокоятся о своем будущем, и их потребительские ожидания упали сильнее, чем у респондентов из более спокойных штатов. Например, вот если мы берем 4 основных штата, где вот сильная вспышка у нас произошла, там Техас, Калифорния, Мичиган, Фарид и так далее, так вот у нас в Калифорнии индекс ожиданий, если получается общий индекс ожиданий снизился на 14 пунктов, то в Калифорнии у нас упал на 25 пунктов, в Мичигане у нас упал сразу на 53 пункта, во Фариде у нас снизился на 27 пунктов, в Техасе на 32 пункта, это как раз-таки вот эти штаты, которые сильно пострадали от коронавирусной инфекции, вот этой локальной вспышки, как раз-таки респонденты нам докладывают о том, что их ожидания сильнее ухудшились, да, как мы видим. Как бы как ни крути, вот эта повторная вспышка, она действительно замедляет экономику США, отражается она негативно, влияет на потребительские расходы, вот через эти потребительские ожидания, как мы видим, заставляет потребителей как-то более осторожней быть в плане того, сколько они тратят, да, увеличивает свои сбережения, все это мы видим в данных, и нельзя отрицать все-таки, что накладывает свой негативный отпечаток, конечно же, вот эта локальная вспышка, которая произошла в июне, и из этого мы можем сделать вывод, что в июльских данных это будет отражаться, это вот еще один аргумент в пользу того, что нужно ожидать негативные сюрпризы данных, за июль следует к ним готовиться, и вот неизвестно на самом деле, сможет ли рынок устать, в том числе фондовый рынок, перед этими негативными сюрпризами, скорее всего нет, это нужно иметь в виду, на это стоит ориентироваться. На сегодня у меня все, если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, если у вас мысли есть по этому поводу, будет ли у нас в июле ухудшение резкое в макро-статистике в США, также интересно услышать ваши мысли, соображения по этому поводу, делитесь также вашими комментариями по этому поводу, ну а я завершаю сегодня мой обзор, спасибо за внимание, увидимся с вами в среду.